Плохое настроение сейчас это защитная реакция. Мы с вами знаем, что когда у человека стресс, он или бей, или беги, или замри. Депрессивное настроение, сниженное настроение, плохое настроение это эффект замирания. Мы не предпринимаем никаких действий, потому что мы не знаем куда бечь, мы не знаем кого бить, и мы избираем третью позицию. Почему это вообще защитная реакция? Защитная, потому что когда вы начинаете думать депрессивные мысли, а это целое научное направление, работало над депрессивными мыслями, Арон Бекова возглавлял, создатель когнитивной психотерапии. Депрессивные мысли это часть нашего внутреннего мыслительного потока, который помогает нам обездвижиться, замереть. Какие бывают три вида депрессивных мыслей? Первое — это относительно самих себя. Я ничего собой не представляю, у меня ничего толком не получается, у меня все плохо. Я недостаточно умный, недостаточно красивый, недостаточно богатый и так далее. Это те мысли, которые мы негативные можем думать о себе. Вторая разновидность этих мыслей — это оценка нынешнего положения вещей. Не надо быть импиадии во лбу, чтобы выдумать мысли о том, что все плохо, все нехорошо, все отвратительно, все чудовищно, мне ничего не нравится. Ну и третий род депрессивных мыслей — это мысли о будущем. И тут опять же у нас есть все возможности думать о будущем плохо. С учетом того, что я не успешен и ничего у меня не получается, все плохо вокруг, а будущее ужасное, ну самое время быть парализованным. Проблема состоит в том, что нынешнее время — это время действий. И не вполне понятно, каких действий, но очевидно, что сложа руки, это время пережить хорошо никому не удастся. Если мы хотим справиться со своим сниженным настроением, надо бороться не с ним, нужно бороться за самих себя.